Добрый день, дорогие друзья, вы на телеканале Ютон ТВ, программа «Тема дня», меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии высокий гость, генеральный директор Министерства ЛИИ и интеграции Алекс Кушнир. Алекс, рад вас приветствовать, добрый вечер. Здравствуйте. Алекс, основная тема, по которой мы решили вас пригласить к нам в студию, это, как было написано в пресс-релизе «Дигитальная революция», которую осуществляет Министерство ЛИИ и интеграции. Так вот, там написано, это другая концепция и в корне другой подход к интеграции репатриантов. Личный кабинет плюс доступ к правительственную единую дигитальную систему. Расшифруйте, пожалуйста, что это такое? Вы знаете, это действительно революционная концепция. Мы начали с того, что мы изменили полностью наш веб-сайт. Если раньше репатрианту для того, чтобы найти там информацию, нужно было примерно хотя бы понимать структуру министерства, то сегодня мы это совсем видоизменили, и человеку нужно просто понимать, что он хочет. И мы пошли дальше. Мы создали личный дигитальный кабинет, куда человек заходит со своим паролем и получает доступ к информации, которая относится непосредственно к нему, то есть конфиденциальная информация. Начиная от выплат, которые ему уже были выплачены, о выплат, которые находятся сейчас в процессе рассмотрения, программы, которые касаются непосредственно его, согласно его данным, программа его, так сказать, интеграции в израильское общество, просто схематично это даже видно. Однако он может и посмотреть, что ему недоплатили. Конечно, он может видеть, что у него есть, чего у него нет, и самое важное, ему больше не нужно рыться в огромной горе информации, а находить именно то, что касается непосредственно его. Если он солдат, то это помощь солдатам, если он студент, студент, если он ищет работу, то какие виды помощи министерство предлагает именно по трудоустройству и так далее, и тому подобное. Больше того, ему больше не нужно за каждой справкой, которая ему нужна, бегать к нам. Все это можно вытащить прямо из системы. Там есть полностью все данные о нашей с ним переписке, смс, которые он получает, имейлы, которые он получает, абсолютно все. Но это только часть системы. То есть даже те, кто стоит в очереди на социальное жилье в министерстве алии интеграции, тоже могут там найти интересующую информацию. Однозначно. В прошлой версии личного кабинета, которая была очень узкая, это тоже было. И сегодня в новой версии, конечно же, это есть. То есть если человек стоит в очереди в нескольких городах, он будет видеть, где, какой он на очереди. Больше того, люди там могут видеть имена, фамилии, телефоны и имейлы проекторов, которые работают в городах, которые могут им помочь. Они видят имя и фамилию советника от министерства, который с ними напрямую работает. Там можно назначить очередь к нам. То есть больше не нужно никуда звонить. Но опять же, как я уже начал говорить, это только часть реформы. Помимо этого, мы создали сегодня возможности назначать к нам очередь через мобильные телефоны, через интернет. Сегодня мы создали колл-центр, номер телефона которого звездочка 2994, где мы говорим на всех языках репатриантов. То есть делаем все для того, чтобы облегчить репатрианту процесс интеграции. Потому что мы хотим, чтобы репатрианты приходили к нам в офисы. Но мы хотим, чтобы они приходили к нам в офисы для содержательных бесед. Как можно меньше бюрократии. Если бюрократию можно делать дигитально, то мы будем это делать дигитально. Мы запустили эту программу, этот личный кабинет, где-то 3 недели назад. И сегодня уже есть 2000 юзеров. И наша цель, конечно же, увеличить это. Помимо этого, у нас уже есть рабочая группа, которая продолжает работать. Какие дополнительные сервисы туда можно внести. И я думаю, что это однозначно прорыв. Очень серьезный прорыв. Вопрос не сочтите за шутку. Это вопрос серьезный, в принципе. В предсерилизе написано, что правительственная единая дигитальная система. А как же знаменитые русские хакеры, они не смогут там как-то навредить, войти по единой системе, все наши государственные секреты выявить? Ну, вы знаете, мы на самом деле действительно пошли по самому безопасному способу. Существует такая организация, как это, если на русский перевести, Рашута Тикшуа Мемшальти. То есть, это главная компьютерная служба правительства, которая как раз занимается безопасностью. Поэтому сегодня, для того, чтобы зарегистрироваться в эту систему, это, кстати, очень важный вопрос, потому что мы получали очень много вопросов от русскоязычных именно репатриантов, нужно выбрать, это один раз, зарегистрироваться в систему. Первая регистрация, нужно выбрать три, вернее, две из трех опций. Это или номер Туда Дзеута и дата его выдачи, или номер загранпаспорта Даркона и дата его выдачи, или кредитная карточка, выданная на имя этого человека. Я сразу хочу сказать, никто деньги с этой карточки снимать не будет. Это безопасно, вы можете выбрать две из трех этих опций, после этого вы получите код, и с этим кодом вы уже будете заходить непосредственно в саму систему. То есть, я так понимаю, это сделано для тех, кто еще не живет в Израиле, а живет за границей? Нет, 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 это система только для тех, кто живет в Израиле. А, для тех. Потому что нужен Туда Дзеут, это, естественно, мы помогаем людям, которые уже совершили репатриацию. Люди, которые еще не получили, не совершили репатриацию, могут получать информацию просто. Таким образом, окей. Вот сообщается еще также, что кроме того, о чем вы рассказали, есть пилотная программа, я цитирую, в рамках которой потенциальный репатриант получает еще будучи в стране исходы информацию и программу своего будущего устройства в стране, включая очереди, назначения в нужной инстанции и здесь, в Израиле, заранее. А вот трудоустройство репатриантов тоже входит в эту систему. Может ли человек, который, да, собирается еще только репатриироваться, уже заранее предположить, скажем, наметить себе программу будущего трудоустройства здесь? Одна из наших новых концепций, то есть у нас есть дигитальная концепция, помимо этого есть еще концепция именно предоставления сервиса репатриантам. Мы понимаем, что процесс репатриации, он процесс продолжительный. И он начинается еще до самой репатриации. Таким образом, мы уже за границей готовим людей к репатриации и, так сказать, раскрываем перед ними различные аспекты их будущей жизни в Израиле, включая трудоустройство. Мы сегодня работаем совместно с еврейским агентством Сахнут на территории бывшего Советского Союза и там есть советники, которые оплачиваются нами, задача которых помочь людям найти свой путь после репатриации. Именно в трудоустройстве, не только, в образовании детей и так далее. Мы в июне начали пилотный проект в двух странах, Беларусь и Англия. И люди за две недели до репатриации получают от нас имейл непосредственно от того советника, который будет с ними работать после того, как они приедут сюда, уже с назначением встречи после репатриации. У нас в филиале получают первичную информацию. Там есть данные тех самых муниципальных проекторов, которые должны им помочь, когда люди приедут. То есть задача уменьшить уровень неизвестности, потому что мы понимаем, что одно из основных препятствий при принятии решения о репатриации является как раз неизвестность. Наша задача уменьшить этот уровень. — Алекс, вопрос из моего личного опыта. Буквально на прошлой неделе мне позвонила на работе в мунициплиотеке Аждода. Позвонила одна женщина, новая репатрианка, почему-то она к нам в кабинет позвонила. Так получилось. И спрашивала, где она может устроить ребенка в русскую школу. В связи с этим у меня вопрос возникает. Естественно, я объяснил ей, что здесь нет русских школ, как таковых и прочее. Чья это недоработка, что у человека, который уже репатриировался, возникают такие вопросы. Недоработка сохнута там на месте, когда они не объяснили людям, как дети, каким образом устраиваются в школы. Те координаторы на местах, которые работают с этими людьми, где, я считаю, провал в какой-то степени. — Но вы знаете, я не думаю, что единичный неправильный вопрос можно определить как провал. — Для этой женщины, я имею в виду. — То есть она решила, что если она не устроит ребенка в русскоязычную школу, то она уже не смогла. — Она хотела именно в русскую школу. Она считала, что в Израиле есть русские школы. — Это очень сложно сейчас проанализировать. Нужно понимать, откуда она приехала и что происходило до репатриации. Но могу вам сказать, что в министерстве существует две программы как раз для школьников. Школьники старшего возраста и школьники младшего среднего возраста. Одна программа называется Пеле, это для старших классов. Там дети получают 9 дополнительных часов в неделю вместе с питанием, где они учат усиленный иврит, английский и математику. И в прошлом году мы открыли новую программу для детей среднего и младшего возраста. Там 7 часов в неделю. И, конечно же, там акцент на иврит. И могу вам сказать, что во всех этих программах сегодня участвует где-то 6 тысяч детей-репатриантов. И мы видим результаты. Мы видим, как дети младшего и среднего возраста, мы недавно получили как раз исследование, они повысили свои оценки по ивриту, то есть по ивритоговорящим предметам. Литература, изучение языка иврит на 34% за один учебный год. Так что это очень радует, что программы действительно работают. — Дай бог. Вопрос из другой области. Честно признаюсь, неоднократно в нашей студии, и не только в нашей студии, нам, журналистам, приходилось задавать эти вопросы руководителям Министерства абсорции. Есть такая знаменитая премия, премия Юрия Штерна, которую ежегодно вручает Министерство абсорции. Так вот, там 11 номинаций для творческих работников, а журналистов до сих пор нет. От кого зависит, чтобы туда включили журналистов? Есть масса талантливых, блестящих русскоязычных журналистов, не только русскоязычных, наверняка есть и испаноязычные, и среди эфиопской общины, наверняка есть кто-то пишет хорошо на пресс-конференциях, постоянно пересекаемся с эфиопскими журналистами. Вот когда будут для журналистов что-то введены? — Значит, Министерство учредило два вида премий. Первая премия — это премия Юрия Штерна, которая направлена на поощрение деятелей искусств. — Написано творческих работников. — Ну, имеется в виду деятели искусств, может, мы должны чуть-чуть изменить название. Если вы увидите, там есть 11 номинаций, и все они связаны с искусством литературы, изобразительное искусство, танец и так далее. Фотография, да. Вторая премия — это премия для репатриантов, которые внесли какой-то значительный вклад в израильское общество. Вот там нет никаких ограничений. Там могут быть и журналисты, там могут быть ученые, там могут быть абсолютно все. Вот буквально недавно мы вручали этот приз в этом году, и там у нас были и врачи, у нас были и ученые, у нас было очень много номинантов. — А как определяются номинанты? — Существует независимая комиссия, которая выбирает этих номинатов. — Что значит независимая? Кто в нее входит, Алекс? — Ну вот в последний раз в нее входил президент Хулонского института, технического института, профессор Эдуард Якубов, входила госпожа Номи Бен-Ами, которая являлась главой натива и была послом Израиля в Украине, и председателя Олимпийского комитета, господин Люстик. Вот эти три человека, в принципе, выбирали из достаточно большого количества кандидатов, выбрали в конце концов пять. — Сейчас я знаю, как раз проходит кампания, министерство абсорбции проводит именно по, скажем так, выявлению тех людей, кто мог бы претендовать на именно вот этот, есть почетный знак, есть еще там... — Это для волонтеров. — Сегодня мы проводим кампанию насчет волонтеров. Там тоже существует, конечно же, независимая комиссия, и люди подают себя или кто-то подает вместо них. — А вот как вообще чисто психологически, я сам, условно, я сам себя могу подать, я сам на себя подаю, и там кто-то определяет потом? — Ну, однозначно, конечно. — А может, все-таки лучше, чтобы рекомендовали какие-то общественные организации? — Можно и так, и так. То есть мы не ограничиваем в форме подачи. Потом существует комиссия, которая будет выбирать этих людей. — Алекс, я возвращаюсь к началу нашего разговора, просто я упустил, забыл вас спросить вот о чем. Вот о вот этой дигитальной революции, о которой вы говорили, хотя меня, честно говоря, пугает всегда слово «революция», всегда вспоминаю ЖРС, который говорил, что оставьте революцию варваром. — Вы знаете, если еще два года назад для того, чтобы дозвониться в министерство и назначить очередь, нужно было звонить и ждать, и чтобы получить информацию, нужно было приходить в министерство, а сегодня это можно делать у себя дома, то я считаю, что это действительно революция. — Вот. И вот мой вопрос как раз именно об этом. Как эта информация уже доводится на местах до новых репатриантов? Вот то, что нашу программу кто-то посмотрит, кто-то увидит, кто-то поймет, что… — Я думаю, что не кто-то, у вас достаточно широкая аудитория. — У нас достаточно широкая аудитория, да. Но помимо этого на местах как-то распространяется информация, есть какие-то рекламные ролики, я знаю, рекламные проспекты, чтобы люди действительно знали. — Однозначно, конечно. Есть рекламная кампания по телевидению, есть рекламная кампания по интернету. На местах координаторы муниципалитетов тоже рассказывают об этом личном кабинете. Наши работники прошли инструктажи, когда к ним приходят репатрианты, они предлагают вместе с ними первый раз зарегистрироваться. Естественно, я вам могу сказать, что за три недели две тысячи юзеров это не мало. — Ну да, это отлично. — Наши цели увеличить это значительно, потому что мы понимаем, что это очень эффективный и важный инструмент. — Алекс, спасибо огромное за это очень откровенное интервью. Спасибо, успехов вам в ваших начинаниях и почаще заходите к нам. — Спасибо, с удовольствием. — Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч.